Приветствую, я расскажу о прецедентах недели. Вице-губернатор Новосибирской области Ирина Манулова, которая не так давно прославилась словами о приемлемой зарплате в 17 тысяч для молодых ученых, раньше работала учителем химии в лицее номер 6 и директором лицея номер 7 в городе Берске. Ее ученики поделились с прецедентом воспоминаниями о своем педагоге. Иск от известного новосибирского банкира из рейтинга Forbes Игоря Кима к видеохостингу Ютуб рассматривает арбитраж Новосибирской области. Вероятно, претензии миллиардера связаны с порочащим честь и достоинство видеоконтентом. Подобные иски к журналистам Игорь Ким уже подавал. 40-процентный рост тарифов на мусор в Новосибирской области признали незаконным. Это следует из решения московского суда по делу о споре между Департаментом по тарифам Новосибирской области и ФАС России. При этом до сих пор непонятно, будет ли осуществлен реальный перерасчет тарифа для конечного потребителя. Группа депутатов Госдумы от Единой России предложила вернуться к истреблению бездомных животных, но исключительно гуманными методами. Подобную инициативу не так давно озвучила и депутат Горсовета Новосибирска Екатерина Митряшина. Мы обсудили скандальный законопроект, от которого поспешили откреститься уже и сами единороссы с новосибирскими зоозащитниками. Всего 29 новосибирцев были оправданы по уголовным делам за 2020 год. В свою очередь, обвинительный приговор выслушали 8 323 человека. И даже такая статистика говорит о 30-процентном росте оправдательных приговоров. Вот такая у нас гуманизация. Все эти материалы и многое другое доступны на нашем сайте в разделе «Прецеденты недели».